Российская женская команда не имела себя равных в военно-медицинской эстафете. Наши врачи в погонах прекрасного пола завоевали золото на международных армейских играх, или еще и называют их военной или армейской олимпиадой. Этот этап состязаний с серьезным названием поле боя прошел в Санкт-Петербурге. Мой коллега Павел Панок познакомился с триумфаторами. Еле стоя на ногах от усталости, девушки нашей команды празднуют победу в конкурсе поле боя. За 16 с небольшим минут они отдали все силы на спасение раненых солдат. Это очень сложный этап, особенно первый. И у девочек второй этап. Все очень сложно. Слух нет. Дыхание перехватывает. Только что под аккомпанемент автоматных очередей и взрывов гранат Мария Мезина проходила полосу препятствий. Колючая проволока, бревна, траншеи, глубокие лужи. Все проходить нужно по-пластунски. Поднялся на высоту выше 15 сантиметров, нарушил маскировку. Судьи прибавят в штрафное время. Дальше самое сложное. 30 метров военные медики тащат под земле тяжелораненого солдата. В грязи ноги проскальзывают. С каждым сантиметром продвигаться все тяжелее. Воля к победе и тренировке приходит на помощь. Тренировались, поднимали и мужчин на себе. И как раз так же, как и на личном первенстве на медицине, надо было его погрузить на себя, одеть как рюкзак и с ним еще добежать. То есть мы как бы это все тренировали. Специально брали больных потяжелее. Здесь они идут 70 килограмм. То когда тренировались, мы брали по 80 килограмм, чтобы было легче. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Добравшись до траншеи, нужно быстро и правильно оказать первую помощь раненому. Наложить жгут, перевязать давящей повязкой. Рассчитывать на помощь от условно простреленного в ногу и грудь бойца не приходится. В эту роль вжили студенты медицинской академии. Нас будут вытаскивать с поля боя и оказывать первую помощь. А нам надо заборжать раненого без сознания. То есть просто лежать и все. Все сделают за нас. Нам нельзя помогать никому. Просто бежи безжизненное тело. Оказывается, раненые, словно пулемет или пистолет, тоже имеют калибр. Сегодня 65-165 по весу и росту бойца. И вот первому солдату в окопе удалось остановить кровь. Можно передавать эстафету. Две девушки с носилками бегут к бронетранспортеру. Внутри вновь раненый боец. При помощи специальных лямок солдата достают и укладывают на носилки, чтобы доставить к санитарному транспорту. Там готовы стартовать и деликатно доставить бойца в лазарет механик Анатолий Казаков. Не упустили свое первое место. Мы очень счастливы за них. Они выложились на полный. Они не подкачали. Круг маленький. Плюс у тебя еще экипаж сидит. Препятствия такие. Дорога вся убитая уже. И как бы тут с максимальной осторожностью. Довести раненого целым и невредимым, чтобы не получил еще оравнение и не получить штрафных баллов. Несколько минут и полоса препятствия для многоцелевого тягача легкого бронирования позади. Раненого доставляют в условный госпиталь. Конкурс завершен. На самом деле очень тяжело. Тяжело тащить мужчин, вытаскивать на себе раненых. Но когда ты понимаешь, что за твоими плечами все-таки страна, победа страны, гордость вот эта, оно, не знаю, все преодолеваешь с этой мыслью. На минуту 15 секунд наша команда обошла сборную команду Китая. После чего россияне стали безоговорочными лидерами в общекомандном зачете. На третьем месте команда Казахстана последние военные медики из республики Зимбабве. Первая задача это не демонстрация возможностей вооруженных сил стран-участниц. Основная задача это сохранение и поддержание мира во всех странах. Военно-медицинская эстафета, которая стартовала в Петербурге 1 августа, завершится 11 числа. Осталось проверить, как с этим же конкурсом поле боя справятся мужчины. Поддержка на трибунах будет обеспечена. Хотела, чтобы Россия победила. Не только мама. Россия вся победила. Было первое место. Павел Панов, Евгений Рудаков. Лайф 78.